Экзотические растения и попугайчики радуют Татьяну Емельянову из Ленинградской области круглый год. И за подогревом воды в аквариуме с тропическими рыбами следить не надо. Тепло в доме, даже в сильный мороз, обеспечивает умный газовый котел. Надо просто выставить температуру и не трогать. Да, да. Ты понимаешь, если в доме стало к лету уже тепло, хорошо, комфортно, дом прогревается, значит, ты просто нажимаешь, убираешь отопление, то есть по дому, и все. То есть у тебя только теплая вода. Умная техника? Умная, конечно. Выбрать такую технику потребителю непросто. В магазинах много разных котлов. Особенно популярны два типа. Классический, он же конвекционный, более экономичный и проверенный временем, и конденсационный, он дороже и современнее. В чем же разница? Разберемся по порядку. Это конвекционный котел. Его КПД порядка 88-94%. Соответственно, порядка 10% тепла он, грубо говоря, выбрасывает на улицу. В таком котле нагретая до нужной температуры вода отправляется в систему отопления или водоснабжения, а продукты сгорания выводятся на улицу через дымовой канал. Но в какой-то момент инженеры задумались, не слишком ли много тепла уходит впустую? Как известно из школьного курса физики, при конденсации водяного пара выделяется значительное количество тепла, учитывая, что при сжигании газа образуется большое количество нагретого водяного пара, его тепло можно использовать для дополнительного нагрева воды в системе отопления. Этот чайник называется чайданлык. Вроде бы все как обычно. Газ греет воду, она кипит. Но пар здесь заставляют поработать. Сверху на основной чайник ставят заварочный, и тепло в нем поддерживает уже не газ, а пар, выходящий из нижнего чайника. Если упрощать, то конденсационный котел работает примерно так же. Вместо верхнего чайника в нем есть дополнительная камера, где содержащийся в продуктах сгорания водяной пар конденсируется и отдает еще порцию тепла. То есть КПД повышается, а значит, расход газа будет меньше. Впрочем, разница в эффективности классического конвекционного и конденсационного котлов всего несколько процентов. Так стоит ли переплачивать десятки тысяч рублей? Экономия при использовании конденсационных газовых котлов ощутима при площади дома от 300 квадратных метров и более. В случае, если площадь дома до 120-150 квадратных метров, выгоднее будет конвекционный газовый котел. Устанавливая газовое оборудование, важно подумать и о безопасности. Для ее обеспечения созданы системы контроля загазованности. Они перекрывают подачу газа на оборудование в случае появления в помещении утечки газа или поступления в него токсичных продуктов сгорания. Проведем эксперимент. Открываем газ на плите, соответственно, идет утечка природного газа. Сейчас работает сигнализатор загазованности. Вот он сработал. Идет звуковая, световая сигнализация. Здесь работает запорный клапан, который откручит подачу газа. А еще, чтобы иметь уверенность в герметичности всех соединений и исправности автоматики безопасности, газовый котел и другое газовое оборудование должно ежегодно проходить техническое обслуживание. Для этого нужно обязательно заключить договор со специализированной организацией. И если об этом помнить, голубое топливо будет исправно дарить тепло и уют.